Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Сегодня еще один чудесный день в израильском городе Бейтшиан, крупнейшем на планете, найденном в раскопках римском городе. Вы обязаны приехать сюда во время тура по Святой Земле. Вы увидите этот потрясающий город, каким он был во времена Иисуса. Кстати, он был ведущим городом Десятиградия. Сегодня я поделюсь с вами темой, для которой долго не мог подобрать название. В конце концов, я назвал ее «Значимость поколения Соломона». Перед тем, как начать этот разговор, откроем Екклесиаст, первую главу, девятый стих. «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Эти слова повторяются в книге Екклесиаста в третьей главе, пятнадцатом стихе. Важность этого учения в том, что я покажу вам определенный образец. Большинство из вас знает, что в Библии упоминается много людей. Изучая, кто они такие, вы видите, что они были реальными людьми, но их поведение или дух используется для сравнения с поведением или духом других. В послании Иуды мы читаем о Каине, Валааме и Корее. Корей бунтовал против духовной власти, Валаам пошел на компромисс в своем служении. Также можно вспомнить и Изавель, о ней знают все. Она была соблазнительницей, которая поставила под сомнение власть человека Божьего, Ильи и других. Мы видим, что какие-то люди стали примером, на который можно сослаться даже сегодня. Я, в свою очередь, хочу показать вам схему, которая продемонстрирует прогрессию Духа Святого в это последнее время, в котором мы живем. Чтобы вы увидели эту прогрессию, мы сравним трех человек, которые правили или были лидерами по 40 лет каждой. Каждый из них сделал что-то выдающееся, а именно, построил место обитания Бога. Я выбрал этих троих именно потому, что они строили жилище для Бога. Это Моисей, который построил Скинию и 40 лет служил Божьему народу. Второй человек, тот, о ком мы будем говорить сегодня, это человек Давид. Многие могут этого не знать, но в 15 главе первой книги Паралипоменон сказано, что Давид построил палатку на горе Сион и учредил там систему поклонения. Скоро мы об этом поговорим. Третий — это сын Давида Соломон. Он построил храм. Моисей отвечал за Скинию 40 лет, Давид находился на административной позиции царя 40 лет. Если вы читали Библию, то помните, что Соломон тоже правил 40 лет. Если сложить, это три раза по 40. Получится очень важное пророческое число — 120. Это число упоминается в Библии, в книге Бытия, когда Бог сказал Ною, «Пусть будут дни их 120 лет». Также эта важная цифра появляется в Деяниях, второй главе, когда люди наполнились духом в день Пятидесятницы. В первой главе сказано, что в Верхней Горнице собралось 120 человек. Это были ученики и несколько женщин, связанных со служением Иисусом. В израильском Кнессете 120 членов. Также с Писанием связано много соотношений, один к двадцати. Итак, теперь расскажу вам о каждом жилище Бога, и с пророческой точки зрения покажу вам, как мы перешли от первого примера ко второму. И теперь воплощаем третий. Первый пример — это пример Моисея. Если мы обратимся к Торе, это первые пять книг нашей Библии, и прочтем о том, что делал Моисей, то увидим, что он соорудил палатку или скинию в пустыне. Теперь мы рассмотрим составляющие скинии и соотнесем их с Моисеем, Давидом и Соломом. А в этой прогрессии я хочу показать вам, что Моисей символизирует внешний двор. Давид символизирует внутренний двор, а Соломон — святое святых. Мы будем двигаться поэтапно от одного пояснения к другому. Почему я сказал, что служение Моисея символизирует внешний двор? Потому что там было два предмета — медный жертвенник и умывальник. На жертвеннике совершали жертвоприношение. Основная тема Тора, точнее, книги Левит и книги Второзакония, это система жертвоприношений, установленная Господом для народа. По этой системе на алтаре нужно было приносить в жертву животных. Господь утвердил в Ветхом Завете, а точнее, в Торе, пять видов животных вы могли принести в жертву крупный скот, ягненка, голубя, козу или целенка для первосвященника. Так что было пять уровней жертвоприношения. Обратите внимание, что эти жертвы приносились не во внутреннем дворе и не в святом святых. Жертвы приносились на жертвенники внешнего двора. Это можно сравнить с поколением Моисея. Чуть позже я объединю все в одну картину, если вы еще не поняли, к чему я веду. Также во внешнем дворе был умывальник. Каково главное послание Моисея? Его главное послание было таким. «Принесите жертву Богу за свои грехи, жертву за грех, жертву повинности и мирную жертву, и омойтесь». Народ всегда омывался. Сходя на гору, Бог говорил «Осветите себя». И весь народ должен был омыться. Итак, посланием Моисея было «отделение», «омовение». Мы бы назвали это «освящение». Поскольку «омовение» Бани и Слово и есть «освящение». Слово «освящать» сегодня редко звучит в церкви. Оно означает «отделить что-то для Бога и для Его святых целей». Освящение — это отделение для Бога и для Его целей и жертвоприношения. Павел писал в Новом Завете «принесите тела ваши в жертву живую, благоугодную Богу». Он говорил об омовении Бани и Слова. Почему я говорю о двух священных предметах в Скинии и в храме? Они иллюстрируют послание Моисея, которое звучало так. «Отделитесь». Он всегда говорил «отделите себя, осветитесь, ибо с неба сходит Бог». Посланием Моисея была святость. Отмечу вот что. Во времена Моисея вы не часто увидите то, что мы называем поклонением. Вы видите, что после того, как Бог потопил армию в Черном море, Мариам танцевала и била в тамбурин. Вы видите песню, которую написал Моисей. В Ветхом Завете почти нигде не говорится о поклонении. Хотя нужно уточнить. Почти нигде не сказано о поклонении в пустыне. Я спросил об этом Бога. «Я знаю, что тебе нравится поклонение. Ты хочешь, чтобы тебе поклонялись. Я знаю, что говорил о поклонении Давид. Почему же в пустыне народ так мало поклонялся?» И Господь ответил мне так. «Их сердца были полны неверия. Если бы они поклонялись мне, они поклонялись бы только устами. На их сердца были бы далеки от меня». Бог говорит, «Я не буду говорить о поклонении тем, кто не понимает, что это такое». Кто не знает, что он делает. Или тем, чьи сердца неправы. «Если их сердца неправы, я не смогу принять то, что они делают». В книге Малахии вы можете прочесть о том, что Господь сказал детям Израиля через своего слугу. «Вы приносите в жертву порочное. Вы приносите в жертву слепое. Вы пришли бы с этим к своему правителю. Принесли бы такое своему лидеру. А мне приносите». Итак, к чему я веду? Буду говорить только о Соединенных Штатах, поскольку живу там и могу сравнивать. В прежние времена движение Духа Святого, а именно в 20-е, 30-е годы, было движение полного Евангелия. Тогда же на Азуза-стрит родилось 8 основных деноминаций. Это объединенные пятидесятники, Церковь Божия во Христе, Церковь Божия, Ассамблея Божия, Четвертая площадь и другие. Основным посылом этих учений было освящение и святость. Сейчас вовсе не ради смеха расскажу один факт из своего детства. Я вырос в очень строгой деноминации, где женщинам не разрешалось стричь волосы, носить любую бижутерию, кроме обручального кольца, и наносить макияж. Слава Богу, что после этого все изменилось. А сейчас будет шутка. Во времена моей молодости, глядя на девушку, можно было понять, как она будет выглядеть с утра, женясь на ней. А вы уже знали, как она будет выглядеть. А недавно один человек сказал мне так. Моя жена наносит столько макияжа и сделала столько пластических операций, что когда случится восхищение, ее никто не узнает. Я подумал, что это очень даже забавно. Что ж, не будем больше углубляться в эту тему. Итак, первые 40 лет движения Бога, начиная с пробуждения на Азуза-стрит, во многом были связаны со святостью и освящением. Это обязательно нужно для того, чтобы двигаться с Богом дальше. Интересно, что у Моисея не было настоящего откровения о поклонении. У него было откровение о слове. Вот перед нами откровение Моисея. Кто же тогда принес откровение о поклонении, скажите мне? Да, вы знали ответ. Это Давид, человек по сердцу Бога. Он получил откровение о поклонении. Давид уникален тем, что писал псалмы. Когда я говорю об одном важном факте, многие очень удивляются. Псалмы писались не для того, чтобы их читали. Псалмы, по-гречески «салмос», создавались, чтобы их пели. К примеру, 22-й псалом. Каждый человек может при желании петь его по-своему. Он звучит не так. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». А вовсе нет. Нет, его нужно распевать. Петь. Дело в том, что многие псалмы были написаны для того, что Библия называет «шатром Давида». Однажды я проповедовал об этом на библейской школе в известной церкви, и кто-то мне заявил «шатер Давида». Такого не было. Я ответил ему «откройте 15-ю главу первой книги Паралипомену». Там сказано, что Давид поставил шатер. Это не была скиния Моисея. Это была отдельная палатка на вершине горы Сион. Также Давид принес ковчег завета. Помните, что Давид вынес ковчег завета из дома Овет Едомова, и через каждые шесть шагов приносил жертву. Он внес ковчег в город с танцами. Жена Давида, увидев его из окна дворца, посмеялась над ним. Он ответил «женщина, если ты думала, что это танец, то ты еще ничего не видела». Я и сам много лет задавался вопросом, что же сделали с ковчегом завета? Ведь храм еще не был построен. Они поставили его в шатре. Теперь должен рассказать вам вот что. Много лет назад, на встрече с раввином стены плача в Иерусалиме, много лет назад я задал ему вопрос. У меня есть теория, что в хорошую погоду крышу шатра Давида можно было свернуть. Ковчег завета стоял на белой известняковой скале, как на прекрасном основании. Когда солнце светило на ковчег, свет отражался от крыльев херувимов и отбрасывал тень в форме крыльев на землю. Поэтому в псалме сказано «под тенью всемогущего покоясь». Раввин сказал, «Вы абсолютно правы, Давид не был левитом. Он не мог прикасаться к ковчегу, но он мог лежать в его тени». Поэтому он написал в псалмах так «под тенью всемогущего покоится». «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Что же делал Давид? Он приходил в шатер и вставал рядом с ковчегом. Там были и певцы, и писарь, и музыканты. Были люди, которые всегда играли на инструментах и пели, а писарь записывал. К примеру, перед некоторыми псалмами в Библии есть пометка «Псалом Асафа». Асаф был одним из певцов и музыкантов в шатре, а позже и в храме. В шатре пели песни и записывали их. Также в Библии есть пометки. Псалом такого-то исполнителя исполняется на таком-то инструменте. Некоторые инструменты вам даже не знакомы. Там были семиструнные и двенадцатиструнные гусли. Был инструмент, который я бы назвал «Укулеле», но это просто была небольшая гитара. Так вот, в Библии говорилось, поете эту песню, играя на этом конкретном инструменте. Давид понимал, что определенные псалмы были псалмами плача и покаяния и игрались не на радостной ноте. Для них нужен был инструмент с грустным звуком. Давид писал «Эту песню поклонения играйте на этом инструменте с более радостным звуком». «Вы замечали что-то подобное на служениях в церкви?» Многие не знают, что я написал около сорока песен. И вот что я заметил. В течение примерно пятнадцати секунд пения она откликается у всех. Эту песню записала Джуди Джейкобс. Ее поют по всему миру. Позвольте, я сейчас вам ее исполню, но, конечно, как могу. Не обессудьте. Слова ее таковы. «Пусть завеса опустится, а хвала вознесется ввысь». «Пусть завеса опустится, а хвала Богу вознесется». Еще одну песню записали исполнители TBN Network еще при жизни Паула Крауча. Я написал много песен и заметил, что некоторые песни, когда вы поете их и играете на определенных инструментах, звучат одним образом. Если петь ее под другие инструменты, песня звучит совсем иначе. Давид это понимал. И вот что важно. Давид был представителем поколения, которое понимало, что такое поклонение. Он перешел из внешнего двора во внутренний. Во внутреннем дворе был семисвешник, символ Духа Божьего. «Золотой алтарь, символ поклонения и молитвы, и стол хлеба в предложении, символ Слова». Хлеб — это Слово Божие. Давид писал так. «Слово Твое — светильник ноги моей, и свет стезе моей. И в сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Здесь речь идет о миноре. В другом псалме Давид пишет, «Да направится молитва моя, как фимиам». Он говорит о золотом алтаре, где совершали воскурение. Позже он говорит о Слове Божьем и о питании Словом, как хлебом. Речь шла о столе хлебопредложении. Давид был человеком внутреннего двора, однако его главной темой было поклонение. Он был человеком по сердцу Бога, и понимал, что Бог желает, дабы ему поклонялись. У Моисея не было поклонения. Давид ввел поклонение Богу. Теперь перейдем к поколению Соломона. Соломон стал иллюстрацией святая святых. Построив храм, первым делом Соломон сделал то же, что сделал Моисей. Он принес столько всесожжения, что им потеряли счет. Однако после такого количества всесожжений слава Господа, а именно шехина, не сошла. Это было немного странно. Во времена Моисея слава сходила. Со всесожжениями, кровью, все было в порядке, но слава Божия не сошла. Тогда Соломон сделал то, что сделал его отец. В храм внесли к ковчег Завета. Вы можете прочитать об этом в Библии. Ковчег Завета внесли в храм и поместили его в святом святых. Угадайте, что было дальше? Слава не сошла. Раньше стоило принести ковчег к реке Иордан, и вода раступалась. Ковчег приносили на поле битвы и одерживали победу. Почему же сейчас нет никакого проявления славы Бога? Соломон думал, «Я сделал то, что делал Моисей, почтил Бога жертвами и кровью. Я сделал то, что сделал мой отец, почтил Бога ковчегом Завета». Однако это были лишь ритуалы. Тогда Соломон сделал кое-что еще. Более шести лет, пока строился храм, певцы и музыканты служили рядом с ним, поклоняясь и славе Бога. Они делали это и в шатре, и возле храма. Кстати, во время укладывания камней не было слышно ни одного металлического инструмента. Почему в храме Соломона не использовались инструменты из металла? Потому что железо — символ войн и сражений. Невозможно поклоняться и сражаться в одном и том же доме. Благословение Бога не придет, если во время поклонения слышен ляск железных орудий. Вы понимаете это? Да? Что же сделал Соломон? Он привел в храм всех певцов и музыкантов, которые служили во время стройки, и сказал «Встаньте и поете». Мне уже нравится. Пока музыканты и певцы играли и пели, на здание сошла слава Божия. Священники не держались на ногах. Я уже ощущаю славу Божию. Вот это да. Священники не могли стоять и служить из-за славы Бога. Итак, что сделал Соломон? Он взял послание освящения и святости, жертвоприношения и омовения. Это внешний двор. Также он внес в храм ковчег Завета, символ Бога. Когда он привнес старое и добавил новое, сошла слава Бога. Некоторые пасторы мега-церквей пытаются избавиться от всего прежнего. Они пытаются избавиться от святости, освящения, праведности, и проповедуют что-то вроде «Делайте, что вам хочется, вы под благодатью, все будет в порядке». Другие пасторы совершают лишь ритуалы без славы Бога. Однако слава Божия не сойдет, пока вы не пройдете через весь процесс. Вы должны принести свои тела в жертву живую. Вы должны пройти омовение баней Слова. Ваши молитвы должны быть как фимиам на золотом алтаре. Короткого пути к славе Божией нет. Это так. Перед вами тот, кто хорошо это понимает. Коротких путей к славе Божией нет. Сегодня такое поколение Соломона, поколение молодых людей, служит Богу, живет правильно, правильно поступает, не отвлекаясь на то, что может послужить с помехой. Они проводят время в молитве и поклонении. В результате мы видим славу Бога. Фестиваль воинов – одно из таких мероприятий. В прошлом году на него приехало 15 тысяч человек. Я видел, как сходит сила Бога. Я видел, как 7 тысяч молодых людей приняли крещение Духом Святым за 5 минут. На них сошла слава Бога за 5 минут. Я просто стоял и смотрел. Никто не возлагал на них руки. Они просто стали принимать Духа. Я думаю, что именно при поколении Соломона, в эти последние 40 лет, не знаю, на каком мы году, 20-м или 30-м, произойдет излияние Духа на сыновей и дочерей. Я рад, что являюсь частью международного служения и молодежи, и взрослым. Молодые и взрослые соединяются вместе, подобно богословию и технологиям. Молодежь любит технологии, а я добавляю богословия. Я здесь, чтобы поделиться с вами богословием в среде ваших технологий и сказать «Славьте Господа!» Здравствуйте, с вами Пэрри Стоун. Я был благословлен тем, что моими наставниками были мужи великой веры, служители, которые не только верили в библейские проявления Духа Святого, но и сами действовали во многих духовных дарах, упомянутых в Библии. Однако многие современные церкви минимизируют, ограничивают или отрицают те девять духовных даров, о которых Павел писал в 12 главе Первого Послания Коринфянам. В этом особенном учении я по Библии докажу, что в христианской истории девять духовных даров действовали до сего дня и будут действовать вплоть до возвращения Христа. Я с радостью представляю вам это 12-часовое учение. Дары Духа Святого. Оно записывалось как основной курс библейской школы. Вы услышите всю серию на 14 аудиодисках. Все верно, так много. В этом учении много разборов греческих слов, библейских сюжетов, исторических личностей, которые помогут определить каждый дар, его действия и замысел Бога об этом даре. Я также расскажу факты, о которых редко кто учит. Это невероятное 12-часовое учение с глубоким анализом, доступно в течение ограниченного времени за пожертвования в 65 долларов или более. Библейская школа в одном альбоме. Это часть нашей международной библейской школы. В вашем духовном поиске понимание девяти духовных даров необходимо не ради знания, но для вашего духовного роста. Чтобы заказать этот альбом, вы можете позвонить нам по телефону, зайти на наш сайт или написать письмо по адресу, указанному на экране. Сделайте пожертвования и запросите предложение GFT-133. Предложение доступно в течение очень ограниченного периода времени. С нетерпением ждем вас. Многие из вас выросли в церквях, где учили, что дары Духа, о которых сказано в Первом Послании Коринфянам, исчезли с последним апостолом вместе с завершением Нового Завета. Миллионы американцев посещают церкви, в которых учат именно так. Первые две темы этого альбома — доктрина сенсуализма. Это значит, что я по Библии докажу вам, что все дары Духа продолжат действовать вплоть до пришествия Господа Иисуса Христа. Но самое потрясающее в этой серии то, что она детально исследует все дары Духа, их действия и функционирование. Пожалуйста, не пропустите это удивительное предложение на столь важную тему. Надеюсь, что вы присоединитесь ко мне. Мне так нравится эта кружка. Это моя кофейная кружка с надписью «Перри». Я подумал, что могу попить кофе, пока говорю с вами. В любом случае, с нетерпением жду ваших сообщений. Сейчас быстро расскажу о трех местах, где мы побываем. С 5 по 7 апреля — Центр поклонения «Новая жизнь» с пастором Руди Бондом в городе Тайлер. Затем саммит и церковь Вефезда в Уайт-Салфер-Спрингс, штат Западная Виргиния. Только одно служение 1 мая. Затем город Гриффин, штат Джорджия, и церковь «Первая встреча» в Гриффине с 3 по 5 мая. Нас ждет большая конференция. 8 мая, город Манстр. В оставшееся время хочу рассказать о недавних событиях. Мы заметили, что на всех собраниях, будь то вечерние служения в Центре Омега или живая молитва, перешли на новый невероятный уровень. Также на наших региональных встречах я заметил сильное помазание Духа на проповедях, какого я не видел за последние 10 лет. Служение у алтаря тоже совершенно невероятное. На днях в Миссисипи на людей сошла сила Божия, хотя это было больше похоже на удар молнии. Я перестал проповедовать, потому что люди побежали к алтарю. Многие из поколения миллениалов такого не видели, потому что сегодня воскресные служения в церкви схожи с ритуалами. Они систематичны и расписаны по минутам. Кажется, что у Духа Святого нет возможности двигаться, если он не впишется в расписание. Если вы придете на наши встречи, даже по четвергам, вы что-то переживете. Важно, что это совершает суверенный Бог, сила Божия. На нашей ночной молитве по четвергам, которая транслируется по всему миру, мы поделились тем, что очень рады служить людям молитвой. К нам присоединяется огромное количество людей. Сила Божия приходит в их дома и кварталы даже через компьютер. Бог проговорил ко мне, что направит свой Дух двигаться через объектив камеры. И это потрясающе. Я скажу, что это прекрасное время, чтобы жить, прекрасное время, чтобы служить Богу и быть частью финального излияния Духа Святого, которое станет знаком скорого возвращения Мессии. Спасибо, что были с нами в этом выпуске фестиваля Манны. Через неделю новый выпуск не пропустите. Расскажите своим друзьям о программе фестиваль Манны. Спасибо и да благословит вас Господь! Субтитры сделал DimaTorzok